И я не буду голосовать, если человек сейчас... Я не защищаю его. Если кто сейчас скажет, его примет вообще, я не подниму руку за него. И за вас я не подниму руку. Потому что этот вопрос мы должны решать. Не вот сейчас, а мы должны обсудить и прийти к какому-то хорошему мнению, чтобы не выгонялись. И этих двоих, двоих нарезников, для следующих сигналований, блядь, меня выгоняете. Внимание спортсмены! Общее собрание членов Федерации, которое проходит во время проведения 21-го Чемпионата России в старших настрадавших группах в Москве, является открытым. И представлю президиум совещания, собрание для вас лево-направо. Это Владимир Санкт-Петербург, поиск составского СМИ и работа с общественностью президиума. Председатель коллеги судей Илья Колосов, ведущий секретарь соревнований Алексей Ручьев, президент Федерации, Генеральный СМИ, Сущак Владимир, Организатор этих соревнований, старший судья, главный судья соревнований Алексей Безбородов, и я ведущий собрания, Генеральный СМИ, Федерации, Захаров Александров. В зале присутствуют 55 членов Федерации и плюс 6 членов президиума Федерации. И кто не был на организационном совещании, я расскажу, что теперь у нас вводится в практику повестка дня собраний и совещаний. Они будут заблаговременно размещаться, скорее всего, одновременно с появлением положения соревнований. И любой член Федерации может включаться в общественную работу, деятельность Федерации, вносить свои предложения, вопросы, которые при проведении соревнований будут включены в повестку дня и доведены до вас, до членов Федерации. И по их рассмотрению или голосованию будут приняты те или иные решения. И оглашу вам повестку дня. Первое – изменения в составе президиума. Второе – изменения в работе сайта Федерации ветеранов тяжелоатлетики. Третий – отчет членов президиума о проделанной работе за прошедший период. Четвертое – правило подачи заявки на международные соревнования членами Федерации. Пятое – группа М-85, шестое – группа М-75, отбор на международных соревнованиях. Седьмое – обращение Куликова к президиуму, это член Федерации. Восьмое – стартовый взнос на следующие соревнования. Девятое – награждение команд. Десятое – прием контактов данных от Федерации регионов. Одиннадцатое – прием заявок от городов на проведение будущих соревнований. Двенадцатое – это разное. У меня уже в сообщении намечено выступление Александра Курнева, Валерия Терешко. Не знаю, Сергей Макаров здесь? Здесь. Будешь брать слово? Ну я тогда затрону вопрос, который тут в работе был, ну встречен. И еще скажу, что снимается видео для того, чтобы в последующем составить протокол. Протоколы видео будут размещены на сайте Федерации для всех тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать сегодня. Но чтобы они были в курсе не только, как вот в протоколах пишется вопрос, там, либо доклад. Например, написано доклад президента Федерации. А что было в этом докладе, там же не написано. А так по видео можно либо освежить память, либо тот, кто не был на собрании, посмотреть, что рассказывал тот или иной выступающий. И хочу сделать небольшое объявление. У нас после последних соревнований в Бугуме на Кубе России за эти три месяца произошли изменения в составе членов Федерации. У нас ушли из жизни два спортсмена с Красноярского края. Это Зуев Федер в возрасте 82 лет и Василий Фьюри, 79 лет. Многократные победители чемпионатов Европы и мира. То есть такие заслуженные спортсмены много участвовали на соревнованиях. Своими достижениями, участиями они внесли в российских флаг на международных соревнованиях. Либо вносили на российских соревнованиях свое участие, своим примером по поляризации тяжелоатлетики. И хочу Вас попросить почтить их память. Еще одну минуту. Виктор Кричняков тоже самое. 6 декабря. Кричняков, Виктор. Тешина. Спасибо. Прошу садиться. И на будущее хочу отметить отличную работу Федерации Красноярского края. Просто замечательно работают. Видна их работа. Они присылают Федерацию к своей отчетной по собраниям. Видео соревнований. Включились в работу. Правда, так негласно. Я просто подписан на канал Рашида Ицаева. Это Петербург и Новосибирск еще. И прошел по возможности... Вот Александр Корнев. Хочу отметить его отличную работу в эти дни. Он каждый день здесь с утра до вечера присутствует. Контролирует работу своих спортсменов. Ну, то есть участвует в жизни, так сказать, в рамках своей Федерации. И прошу таких вот институтных людей присылайте свои... Ну, такие своеобразные отчеты. Если кто-то умер, хочу также сказать по поводу сайта Федерации ветеранов чужого атлетики. Если кто-то постоянно там находится, могут обратить внимание, что периодически одно меню какое-то появляется, другое. Я хочу сейчас перечислить, а потом перейдем... Ну, раз задумывается эта тема. Значит, на сайте появилось, появилось справа внизу меню, это группы в социальных сетях. То есть те, кто подписан на социальных сетях, там Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Там есть размещены ссылки. Если вы... Чтобы вам просто не искать, вы можете по этой ссылке перейти на группу в социальной сети. И если вы там зарегистрированы, то будете получать всю свежую информацию. Все, что появляется на сайте, я тут же дублирую в эти группы. То есть кому-то, если кто-то постоянно сидит в Одноклассниках, не надо интересоваться заходить на сайт Федерации ветеранов, достаточно просто зайти в группу в свою любимую социальную сетях. Появилось... Появился... Так как у нас снимаются все собрания, плюс снимаются совещания, я решил создать меню, которое будет отдельно. Вот раньше они были... Замечались в положении документы. Но чтобы люди не искали, я создал отдельное меню. Называется собрание Федерации ветеранов тяжелопреки. То есть в это меню вы заходите, и перед вами будет только протоколы и видео этих совещаний, собраний. Внизу также, так как у нас, помимо того, что, как мы отметили сейчас, память умершим спортсменам, я решил, не знаю, во что это выльется, надеюсь, немного и нечасто будут уходить люди, спортсмены. Я также создал, внизу есть память, слева память ушедших кнопок, где кто-то может освежить свою память. Там размещается фотография и заслуги спортсмена. Либо, ну, просто периодически заходить, как бы, ну, в виде новости. То есть те, кто уходит, будут знать, а не так, что приехал на соревнования, оказывается, его там друг по группе, по потоку, оказывается, уже там 2-3 месяца, какого нет. Потом создал я еще меню региональные федерации, это вот те федерации, которые ведут активную деятельность, присылайте контактные данные, адреса своих федераций, электронную почту, телефоны. Если есть возможность, как вот Ульяновская область, прислали перечень спортивных залов, у них была заготовка, я прямо эту же заготовку разместил. То есть, таким образом, вы, те люди, которые в возрасте уже будут обращаться на сайт, они смогут узнать, либо где находится этот сайт, либо как связаться с вами. Потому что, я обратил внимание, по этим соревнованиям заметно отсутствие активности в судействе. А я вас предупреждал, если сам зачитывал список на организационном совещании, будут минусоваться очки, очки, причем лучшего результата спортсмена, минус 28 очков. Если, конечно, вот это командное первенство, 56 человек, отмечаю, если это командное первенство не так важно, конечно, вы можете не выставлять судей, но результаты будут минусоваться. И также есть еще кнопка, это новости регионов. Это все ваши отчеты в виде фотографий, либо протоколов, или видео. Ссылки на видео, которые желательно размещать в YouTube, это YouTube, он очень общедоступен на любых гаджетах, там, ну, телефонах, смартфонах, везде. Ну, в общем-то, и все. И у меня просьба тем выступающим, которые будут брать слово, чтобы у нас совещание и собрание не затянулось на 2-3 часа и более. Пожалуйста, немножко выдерживайте регламент. Ну, я думаю, будет нормально, если, там, 15-20 минут, в зависимости от глубины и важности вопроса, там, я знаю, Александр Кольев, согласен с ним, возможно, вопрос серьезный. Подключится Валерий Терешко, он говорил одновременно, я думаю, что и Владимир Сущак. По этому вопросу, согласен, берите сколько нужно. Но просьба, я вам, Александр, лично говорил, просьба, после своего выступления желательно подытожить и предложить собранию вариант решения, чтобы мы могли проголосовать, либо подумать, допустим, до следующего собрания. Я не знаю, что вы предложите, но вот вы, главное, что в курсе. И начинаем по повестке дня. Это изменение в составе президента. Слово президенту федерации на эту тему. Вице-президент федерации зубчикеологии писал заявление на блог, он в связи с основным направлением, какими не можем подключаться, решение вопроса федерации, каким он взял самодвог в должность. Вице-президента глотантное. И я хотел предложить очень известному человеку, бюджетную ответственность в России, то есть секретарь практически всех российских соревнований, первенства ЦФО, или первенства членов России, Крачевского Владислава. Это человек, который в бюджетной ответственности живет много-много лет, сама выступает. И на эти соревнования большую роль в организации делала. И в будущем такие люди востребованы в президенте, так как имеют свежие мысли, имеют опыт работы. Так что мое предложение ввести на должность Вице-президента Федерации Кран-человеков России, Крачевского Владислава. Хорошо проголосование. А еще кандидатуру есть? Да, да, кстати, надо. Покажите кандидатуру и выслушайте. Она, 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 выслушайте. Все, встаньте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто хочет еще кандидатуру, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть сложение? Еще есть матан? Нет, нет, предлагается кому выставить еще кандидатуру. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, это спонтанно все произошло. И заранее надо было говорить, может быть, кандидатуры не нашлись бы еще. А так сразу, раз, предъявили эту кандидатуру и все. Ну, я думаю, это не принципиально именно сейчас, это как мое видение. Вы считаете, это можно и перенести. Вы имеете слово сказать, мы его можем выслушать и также совмещать. Я считаю, что вообще подготовить это надо. А вот так сразу предложили. Меня предполагали, выбрали результат, который был сегодня. Вы видели, это тоже был спонтан. Вот собрание здесь собрали. Сколько вы нас считали? 50. 56 человек. А сегодня соревнования у нас 250 человек. Одно пять. Видите как? Обязательно женщина должна быть президентой. Тяжелая атлетика, все-таки женская существует. Женщина обязательно должна быть. Да-да, я еще хотел предложить, что нужно еще кандидату дать слово для того, чтобы он выразил там свои... Мысли. Ну, не мысли, а там свое видение. У меня вот так лучше было слышно. Я, честно говоря, тоже согласна, что не надо спонтанно выбирать. Потому что вне зависимости от того, чтобы объектив меня не выбирать, я буду заниматься тем, чем я занималась, честно говоря. Поэтому я предлагаю, действительно, в очень резонное предложение. Давайте отможем это как-то решение. Выбирайте. Отможем это решение. Почему? Потому что, действительно, вы меня видите на самом деле... Выбирайте. Да. Но, на самом деле, я действительно занимаюсь именно тяжелой атлетикой в плане организации соревнований, в плане развития видоспорта в Москве и в том числе и в России. Но, в принципе, я еще раз вам говорю, я буду заниматься этим вне зависимости от того, что выберут меня или не выберут. Но, абсолютно резонно то, что сейчас, я думаю, этот вопрос надо отложить. Давайте отложим. Потому что, действительно, к этому Дома свецепрезидента нужно подготовить какую-то почву, еще какие-то кандидатуры. Поэтому давайте я буду заниматься, чем я занималась, абсолютно в том же самом рубстве. А в следующей России я не знаю, что я скажу. Поэтому, пока, как там, временно, посмотрим, поговорим, на следующей России будет работать. Но женщина должна признать будет. Тогда притянет больше женщин к нашему закону. Она будет готовить свою жизнь на женскую. Володь, поставь мне голосование. Вы живете в Машпе? Да, в Москве. В Москве, в Москве. В Москве, конечно. Все вопросы здесь решаются. Большие предложения. Предложения есть. Конечно, любые люди. Может быть. В Москве, когда был Никитин и Джеф Константинович, было два вице-президента. Почему нельзя сейчас двух вице-президентов? Вот пусть женщина будет. И второго вице-президента я предполагаю. Да, Александр понял. У вице-президентов можно хоть десять, хоть пятнадцать. Важно другое. Чтобы эти люди несли пользу. Не, вот я поблагодарю. Женщину поставить. Александр Путин, так, доберемся. Пусть будут вице-президенты. Конечно. Володь, поставь мне голосование. Вы, конечно, против. Пусть у вас что-то выбирают. Пусть у вас будет немножко... Я считаю, что президенту федерации придется работать с вице-президентом. И президенты виднее, с кем ему работать. Не просто там хороший человек живет. Поэтому, если предлагают... Допустим, я бы, например, Харьков сказал, за мнением... Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Я считаю, что можно голосовать по этому вопросу. То есть, в большинстве... Это называется команда. Мне нужна поддержка. Мне нуждают рабочие люди, которые могут... Не так много у нас федераций, которые действительно могут работать и ничем привозить благо. Разговаривать могут многие. Работать не многие. Позиция тоже нужна для кольца. А при чем здесь оппозиция? Это сейчас выбирает рабочие. Рабочие... Заниматься не осуждают. Поставьте голосование. Так. Работать. Во-первых, работать в каком направлении? Опять. И какая работа? Вы подумайте. Не вопрос на это. Предлагаю отложить этот вопрос на это. Почти. Ставьте голосование. Поставьте голосование. Поставьте голосование. Поставьте голосование. Не-не. Владислава решила вам ответить. Давайте я вам вопрос. Не сказал это, но выступаем. Вы же не просто вопрос задали. Вы понимаете, я не против. Чешно. Просто приятно. Не-не, вы правильно рассуждаете. Согласен с вами. Я тоже не в оппозиции вам стою. Ну давай. Да, я хочу вам спросить. А прежде всего направление работы это взаимодействие с другими так называемыми дискультурно-спортивными организациями. Для того, чтобы больше привлечь внимание к движению именно тяжелой атлетики старших возрастных групп, это дискультурно-спортивная организация как коммерческой направленности, а это государственная. Потому что без государственной поддержки сейчас очень тяжело совсем. Да. Ясно. Можно? Конечно. Да. Много времени. Вот. Совершенно государственную поддержку. Вот. Я пример приведу. Один мой товарищ пришел в спорткомитет. Буквально секунду. Ему сказали. А, попросили командировку, дайте пожалуйста. Ему сказали. У нас нет такой организации. То есть нет таких соревнований. Никакой командировки я вам не дам. Не дам. И вы как хотите. Вот. Нет у нас таких соревнований. Он говорит. Как нет? Ты молодой человек. Тебе 28 лет. Ты председатель спорткомитета или зав. отдела. Там начал. Ты. 21 чемпионат России проходит. И ты не можешь дать мне командировку. Напиши мне. Что нет таких соревнований. Вот как раз. Я про это вам и говорю. Напиши. Напиши. Что нет таких соревнований. Не ставь. Ну ладно. Все. 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 Я просто даю. Чертва. Вот комитет дает деньги. Только в том случае есть вызов из ЦСССР. Да есть. Все есть. Вызов. Сними вам с интернет. От федерации ветеранов. Давайте сразу. Так. Ну ладно. Я являюсь председателем спорткомитета. Я могу на ваш вопрос ответить. Просто прямо. И это зависит от личности. Подхода. Именно подход. Вы подходите ко мне. Я решаю эти вопросы. Если личность как-то не устраивает. Всегда можно сделать отмах. Совершенно. Вот и все. Вот в этом и заключается. Совершенно. А как мы туда попадем? Вот это вопрос президента и будущий нашим. Он уже тридцать. 21 год этот вопрос. Ну. Есть такое, что... В первой точке снимается. Ну да. Так. Да. Предложил вопрос. Да, да. Предложено было еще раз прогрессовать за то, чтобы Карачаровского Владислава его мировозь, включить или там избрать. Верния операция. Считайте. Кто. Кто воздержал. Единогласно. Спасибо за это. Он будет выявлен на задание. Кто воздержал. Одиногласно. Все. Единогласно. Спасибо за это. И еще раз кто-нибудь был на организационном совещании, я рассказывал, тут некоторые говорили про Юполосова, он является председателем коллеги судей, и это его первые соревнования, я рассказывал, как, каким образом он стал, сейчас в двух словах расскажу, чтобы все знали, не было там домолвок, или там рассказывать каких-то негативных. В Бугульме было общее собрание, после которого оставались еще вопросы, было через день собрано неочередное собрание, на котором член Президиума Беспирстов Михаил предложил Илью Полосову, как хоккейного спортсмена, который участвует в жизни соревнователей именно Федерации, предложил его кандидатуру, чтобы ввести в состав Президиума в техническом комитете, то есть по работе в судействе. Но по окончанию этого совещания, занимающий эту должность Зубов Василий Петрович, официально заявил, что он выходит из состава Президиума, а так как на этом собрании присутствовали все члены на данный момент на те соревнования Президиума, мы посовещались и назначили Илью Полосова как раз на эту должность. Я считаю, что это достойный кандидатуру, потому что я наблюдал его работу, он все время предлагал свои услуги, ну не услуги, а свою помощь по судейству, постоянно выводит спортсменов, готов браться за любую помощь, подходил всегда, говорю, чем еще помочь. И я надеюсь, что в этой должности он будет также активно развивать именно судейство, потому что в судействе у нас есть небольшие такие пробелы в плане соблюдения правил судейства, по организации он будет как раз контролировать, сколько судей каждый регион выставляет. Он уже на этих соревнованиях контролировал выполнение призерных квалификационных нормативов. Ну то есть есть такая вот организационная работа, где нужно не только создавать судейские бригады к потокам, но и вот такие еще определенные моменты, которые влияют на ход команды первенства и еще, ну в общем, работу соревновательную. Следующий вопрос. Отчет членов президенту о предъемной работе за прошедший период. Ну да, я в общем-то всегда о своей работе это моднатной комиссией я отчитывался. Сейчас я по поводу сайта, так как я тоже введу и сайт, немного отчитался. В принципе, как таковых отчетов, по поводу приезда могу сказать, что на данный момент зарегистрировалось 150 человек. И вот той тенденции, которая происходит, у нас практически только прошло два соревновательных дня, то мы, естественно, приблизительно ориентировочно. Будет 250, наверное, спортсменов. Сколько на самом деле, пока вот возле этой цифры, думаю, что будет. А так все, больше считаться мне по традиционным словам президента федерации. Федерация, я вовремя, с 2012 года. Основная работа началась с 2014 года. Основная работа президента заключается в развитии, популяризации в виде спорта на территории Российской Федерации. Прикнование группы команды участвуют в втором соревновании. На чемпионате России 2014 года в России присутствовало 86 человек, на Кубке России в Куртичех – 147 человек. Общее количество участников в 2014 году составило 333 человека. из разных участников, 242 человека, то есть, 242 человека принимали участие на российские соревнованиях. В 2014 году Порта России принимала участие на чемпионате Европы, мира, в Кубке мира. Суммару на международном соревновании выступило 88 человек. Мешканки Европы – это наша команда сделала третье место. На чемпионате мира – первое место команды, на Кубке мира – первое. Вот так закончился 2014 год. В 2015 году в Струнино на чемпионате России присутствовали, присутствовали, участвовали 22 человек, в Кубке – 151 человек. Суммару на общее количество – 377 человек, то есть на 44 человека. Больше 2015 году идет тенденция на увеличение количества участников. Из разных участников – 24 человека. Россияне принимали участие в международном соревновании как на чемпионате Европы, на мир, на кубке мира и на английский европей. Суммару на 258 человек. По командам, на чемпионате Европы, на уровне полная команда. Взяли 5 место, в 5-мире – второе место. На Кубке мира, в связи с пятой, 5-мире – полная команда была. На европейские игры команда «Переста» и «Переста» и «Переста» и «Переста» и получатся 26 человек. Сейчас очень важный момент – это финансовая деятельность федерации. Кому интересно, можно вооружиться Ручкина, Радошайна и Фунду Маги. Итак, 2014 год. Членский износов составит 75 600 рублей. Чемпионат России, который проходил в таблине, составит 148 880 рублей. Расход составил более 150 000 рублей. Так что организатор взял на себя 0-й подход, что после Чемпионата России в 2014 году. В 2014 году 5 человек внесли деньги по правилам, по мастер-разному, на какие были причины спортсмены не смогли принять участие на больших соревнованиях, но у них есть возможность платить в федерацию деньги, принять участие на дороге соревнований. Это 5 человек, это Шишкин Владимир, Чемпионов, Рыжбаев, и Волчинки, это хорошо, динамики. Все это 50 000 рублей. Далее, команда России победила на путь Кемира в Матичеладе и получила деньги в 1 700 долларов США, что составило 65 500 рублей. Общий доход федерации составил 85 500 рублей в 2014 году. Расход в 2014 году. Были изготовлены медали за отправление мирового рекорда в количестве 500 штук на сумму 55 000 рублей. Были изготовлены даты в 16% году в количестве 10 штук на сумму 45 000 рублей. Далее издаты в случае вывесной 50 штук на сумму 45 000 рублей. Это значит, это процент металов, это процент сетра. А вот на результаты на раз атрибутике в 26% года это медали в результате 10 штук, это 1 900 рублей. Далее, в нашей федерации были запущены такие проекты, как награды за восстановление мирового рекорда, лучи с фастингом года, лучи кристы. И также дал славу. Кто в медицинском соревновании собирает 100 и более очков, награждается знаком, сточку за сборную. Так как федерация членовладала средствами ее изготовления, то есть первого ряда, это не кифров, дубов, и косем-фольверк по очередной вносили деньги в 1 200 рублей, а что изготавливались в таком. И вот в 2014 году уже начали просить, это возвраты и кифровы в составе 400 тысяч рублей. Так, и также, среди расходов проезда из методов, как Москва, Самар, Самаров состава 64 тысячи рублей. Общая сумма расхода составила 157 тысячи рублей, а 877 рублей. То есть остаток... А, так, ну, стоп, стоп, стоп. У нас еще были проведены Кубок России, Кубок России, в которых приняло участие... Сейчас, сейчас, сейчас. Кубки России у нас приняло участие... 147 человек, в качестве обучающего... И дорого составил 160 тысячи рублей. А сколько наносим надо составил? 190 тысяч рублей. И, когда это будет, когда-то есть, макрофей크, а также зарегистрировали, а также составляют 50 тысяч рублей. Еще хуже стало. Хуже стало... Хуже стало. То есть, из всех износов было... внесено на 17 600 рублей. Остаток в казне Федерации года 2014 года заставил 12 020 рублей. Переходим к 2015 году. Членство износов расстраивали 79 200 рублей. 200 евро воспользовался спортсмен, проживающий в Германии, россиянин, известный марьян. Так как он не участвовал в соревнованиях, он внес эту сумму в Федерацию. Прошли у нас два соревнования. Это сейчас Россия. Струбина заход. Старт и внос с СОПРом был наступлен 271 тысячи рублей. Расход по соревнованиям составил 258 тысяч рублей. Наградная прибыль 160 тысяч рублей. Расход организатора плюс аренду 98 тысяч рублей. Остаток после соревнований 13 тысяч рублей. По положению действующего положения он делится пополам между организатором и Федерацией. 6500 рублей пунктов в России упали в нашей Федерации. Далее прошел Кубок России в Гугольмен. Доход составил САПР на сумму 241 тысячи 600 рублей. Расход по данной страны составил 227 тысяч рублей. Наградная прибыль 160 тысяч рублей. от расхода организатора 42 тысяч рублей. Доход составил 216 тысяч рублей. Расход 227 тысяч рублей. Общий остаток после соревнований составил 14 тысячи 600 рублей. Что пополам составляет 7300 рублей. 7300 рублей добавил в казну нашей Федерации. Расходы по 2015 году. Проезд генераль-самитаря Москва-Полула-Москва 4452 рублей. Проезд генераль-самитаря Архангель 750 рублей. Проезд генераль-самитаря Москва-Полула-Москва 6120 рублей. Изготовление дохода до 60-го года 10. Его не следует на 2 тысячи рублей. И возврат Никитова или Константиновича до 160 евро на то момент составил 10 тысяч рублей. То есть полностью подашен долг перед членом Федерации. Расход составил в 2015 году 20 922 рубля. И общий остаток Федерации сейчас федерации находится 84 700 рубля. Вот в принципе все средства которые нам поступают куда они расходуются за измельцами. Есть вопросы по этому вопросу? Есть. Вот эти те средства которые 50 на 50 вы точно можете финансово подтвердить документами. Финансовым документом куда эти средства расходуются? Финансовым документом. Да, можем. Разрешите, я просто дополню. Помимо на всех битровствах у нас существует еще подробно и прочие документы, которые даются после оказания внули передоваром. Хотелось бы дополнить, что так как я столкнулся с проведением сейчас чемпионата России Мы уже три раза не надо. Мы три раза проводим. В Тольятти пять раз проводим. Я это делаю в отличие от нас впервые. Могу сказать, что такая составлялась у нас тоже перед началом. И могу сказать, что статья дохода федерации в данный момент всего одна. А вот те статьи расходов, которые принято учитывать, они значительно больше, по факту, они значительно больше, чем воинпотелеющий перечисток. Потому что здесь помимо проезда идет и проживание. Оно тоже не из личных средств должно быть, потому что мы организуем эти соревнования для вас. Телефонная связь. Я уже тысяч пять за время организации потратил только на телефонную связь. Здесь это тоже не учитывается. И много-много мелочей. Привезти медали не успевает. Курьер своего отправил, ему деньги заплатил. Он это сделал на бесплатно. В какой-то момент что-то нужно сделать. соревнования стеклянная медаль. Вам это все обеспечивает причина. Я хочу предложить, ну не предложить, а свое мнение выразить, потому что если собрание не то, что там не доверяет, а сомневается в отчетности чьей-либо, они могут предложить своего человека, который войдет в Президиум, вы составили Президиума как, ну не проверяющий, а как 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 типа еще ровная комиссия. Вы типа ревизор. То есть вы доверяете этому человеку, а он подойдет или вот просит вычиспает. А мы знаем, достаньте. 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 вам мачит? Да. И все кому надо, что чтобы достаньте. Вы это зависит от Президента, как он решает, то я его размещаю. Согласен, я когда был на собрании там в гаражном корпоративе, как говорили, еще собрание не началось, мы стояли в фойе, а на двери перед тем, как войти в зал, уже висела вот эта смета не с кратким переченем, а с полным подробным какой-то потрачено на бумагу, на ксерокс, до велочей было расписано, что они за год на что потратили. Но вы выразите свое мнение, а президент федерации это возьмет. если вы уже сказали, что вот эти расприжи своего какого-то человека, как эмиссия, комиссия, что давайте курниваться, предложим, ребята, чтобы не было вот эти курни, и он будет там все и мужики докладывать, и здесь ругаться между... Я даже согласен, чтобы председатель не своих не действует возле себя, как любой начальник, организации, а тот человек, который будет постоянно сидеть и спорить, где наши соревнования, каждый день где-то, и вы будете больше приносить пользу. А здесь ругаться не дотянули, пусть ругаться без собраний. У меня у меня просьба разговаривать с друг с другом, не на повышенных тонах, не подходить, не размахивать, давайте корректно, вежливо, подружески, друг с другом. Вы все здесь... Алисар, вот получаете? Получаете угроз? Нет. Это же мелочи какие-то. Какие мелочи? Вот это время. Какие деньги? Мы тратим время, а что раз стоит денег? А вот Азар платит, мы поговорим. Азар платит, мы поговорим. Чтобы они получали и напоминали, давай за то, что они... Я и говорю, азар платит, мы поговорим еще впереди. И давайте дальше, а то время идет. И у меня еще вторую просьба к активным членам федерации не относиться... Допустим, Александр сегодня выступает, не надо к нему относиться так и затыкать его там. Вот ты возбудился, давайте обидеться к президенту. Давайте ревизору. Допустим, к вам тоже, что человек говорит, уже сомнение идет к вам о вашей работе. Значит, должен сильнее, как тот человек, который... Ну так я и предложил, типа ревизора. Зачем? Вот это вот сейчас человек, корневый, говорит, и заражает сомнение у меня. Давайте поднимите руку. У него тоже будет сомнение в твоей работе. А что это? Что за голосование такое? На стройе в горке он уже полагает голосование. Да. Не специально поступило предложение перейти к вопросу. Давай по существу. Да. А к следующему вопросу это правила подачи заявки на международное соревнование членов Федерации. И первое слово предоставляется бездельной Федерации на эту тему. Еще раз повторюсь, Федерацию я принял в 2015 году со всеми ее правами, традициями и наказанной дорожкой. По правилам нашей Федерации все международные поездки происходят только через Федерацию, через президенту Федерации. Документ подает последняя подпись президента Федерации. Так было, так есть, и какие-то правила никто не менял. На последнем соревновании в документ у нас отчетался вопрос по поводу оплаты президента на его международную поездку. Общее собрание проголосовало поставить без изменений 50 евро в страны евро-зоны и 55 долларов с каждого учащика на международные соревнования. А вот он подчисляет элементы частично компенсирует его поездки на этих соревнованиях. Вопрос был утвержден. Вопрос был утвержден. Через некоторое время, и на мусорах, через какое. Я узнаю, что на ближайшее соревнование на кубах мира в Токио, в Японии собирается какая-то команда. Но в связи с того, что я занят основной своей работой, третьим соревнованием у меня друг на друга, и детей намного, я впереди провода не бегу. У нас до первого соревнования прием заявок от участников, кто планирует участвовать в соревновании. Я получил последние заявки, заполняю этой формы, отсылаю в Японию документы, получаю справный ответ. Команда России у нас зарегистрирована, получает такой справный такой отверт. Сейчас я его продемонстрирую. Только поправочку можно ввести? Да. Протокол собрать у вас в Бугольме здесь? Протокол собрать. На видео есть? Александр, нет, мне не надо на видео, бумага должна Протокол собрать, товарищи, пожалуйста, я дам несколько пунктов. Если люди грамотные, русский язык изучали, а здесь есть... подожди, 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 не спеши. Я получаю такой документ с печатью Федерации Москвы, сперечен спортсменов, с подписью секретарь Керешко-Валерий и подпись обдуманного президента Федерации. У меня такой вопрос в общее собрание, для чего мы действительно забираемся, принимаем решения, утверждаем, что-то стараемся. Если группа лиц, группа лиц плюет на все, что не сказано, что не утверждается, то, что делают, и дискредитируют Федерацию ветеранов Тужан-Утрей. Я получал благодарность от президента Федерации от Билл Барфа, я получал благодарность от секретаря Денис Коферман за простовую работу. Все заявления сборной России даются вовремя, аккуратно заполнив, о котором не было ни одной вопроса. Федерация представляет команду и, ну, так, еще и положить непонятно, нет у нас ни одной положительной допинг-профы. То есть вовремя и здесь такой бардак у нас получается. От команды России две заявки. Причем совершенно непонятно откуда. Вот вопрос всем членам для чего мы собираемся и принимаем решение. Пожалуйста. Я скажу за себя. Я отправил документы в Японию самостоятельно. Почему? когда я посмотрел вот это в Японию, там написано, почитаем, приглашение в Японию 80 евро, приглашение в Японию бесплатно, это раз, виза в Японию 130 евро, виза в Японию бесплатно, бесплатно, это два. вот у меня здесь создается вопрос, 210 евро, 210 евро, куда, на каком основании. Виза получилась в Японию вместе с вызовом, с приглашением всего 2 тысячи рублей через Пони экспресс. Почему такая сумма и плюс еще 55 господину президенту за услуги. Все вместе получается 265 евро. Куда? Едет человек, 19 человек зарегистрировалось, с каждого по 265 евро. Посчитайте сами. не хватает 88 человек было в 14-м году, 55 человек было в 15-м году за границу, в Газе по 55 евро. 8 тысяч. Посчитайте, вы говорите честно, нечестно, надо куда-то в реализированную поднизу, не надо. Хорошо, я отвечаю на ваш вопрос. Откуда эти процедуры? Я вас внимательно услышу. Вот сейчас у меня в данном момент положение вызов в Германию. По традиции, опять же, два константильчика в это положение вписывается максимальный расход. Есть у нас категория людей, которым деньги дают, чтобы они получили эти деньги от того, кто им дает, от фондов. У меня два вопроса. Вы разве что-то перечисляли? у нас кроме услуг эти, 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 деньги написано, чтобы деньги дали вам. Я от вас эти деньги не расширю, даю, кроме 55 долларов в Соединенных Штатах Америки. 130 НГР просто Токер обратился в обычную компонтор, которая постоянно и Дмитрий Константинович оказывал услуги по оформлению нас на Америки. Они выставили вот такие условия по оформлению медицины, по приглашению. Я это изложил на бумаге. Никаких денег я с вас не спрашивал. Никаких денег мне никто не высылал. Как это не спрашивали? А по 55 евро было. Речь идет про 80 и 130. Допустим, написано миллион. На каком основании вы можете нарушать правила? Тем более деньги вы эти не высылали. У нас есть правила, нарушательных которых не вправил никто. Можно задать вопрос общий. Так, мы уже очень племен. Не подумали уже по теме. Вы временели совсем? Да, я временем. Вам, Олег, я хочу, что вы мне не высылали. Я не высылал. Не высылали. И зачастую вы спрашиваете, куда деваются эти 80 и 130 долларов. Я не спустил, куда деваются, я спросил, откуда взялась. Нет, я удивлен, потому что вы же не первый раз ездите с нами в Даня. И так же в Даня так было написано и виза и прочие такие расходы, которых вы не высылали. Они же ничем не отличаются от Дани. Потому что тоже самостоятельно. Потому что тоже самостоятельно. И вы же не высылаете эти деньги. Для того, чтобы вдруг у вас консор нашелся, и у вас консор перечислил вот такую большую сумму. Вам эти деньги дадут. Можно написать в этом положении, что поездка в Германии составляет 13 долларов 18 центов. И пусть люди будут кричать, почему так мало написали, нам консоры дают 13 долларов 18 центов сегодня. это для того, чтобы вам эти деньги дать. Если вы их больше, если вы не транспортировали, то вы их вернете в консор ввести на подотчетность. Я же с вас эти деньги не спрашиваю. Еще раз повторю, то есть вот эта бумага, которая в традиции идет сюда Константинович, она включает вот пример Германии. В Германии здесь в Германии архировочных сумм поезд стали 1601 евро. Здесь при условии 500 евро суточное. Вы можете из дома там шмоток сала взять дней кусочек лета и с 10 дней сеть. Можете кушать. Это же никто за вас не спрашивает эти деньги. Это просто суточный расход. Проживать вы можете как в Канкаусе, можно как Валерий Иванович наш мешок проживает. Это его право проживать. Он хочет проживать. Все по-разному в Канкаусе, за год, за 4 соревнования, с каждым, вот отдал с корнем и все 4 соревнования, по 55, значит, говорит, что существует этот, Лев Константинович, когда-то утвердили все это, это было давно, и как-то мы идем все вперед. Сейчас у нас добавили соревнования Кубок Мира, кто его принимал, вы написали там, что мы из Кубок Мира должны платить. Европейская Олимпиада тоже включена, европейская. Вы опять туда написали, которая не была еще при Леве Константиновиче. Дальше, дальше вы меняли. Лев, а у нас написано, бездородное соревнование. Международное, вот ничего, бездородное, добавили. Потом, значит, вы вот лично против платить вам эти деньги. Вы собрали собрание, большое собрание, которое голосует за эти деньги. Вот здесь, кто едет, едет. Тут человек есть, наберется, кто едет и платит вам эти 220 долларов. Остальные голосуют им хоть тысячу. Скажи, за чужие деньги они проголосуют. Поэтому, если голосовать, надо только с теми, кто едет. За эти деньги. Если, подожди, если хотите помочь президенту, давайте голосовать. Это самое, добавим еще 2 тысячи, которые мы платим на соревнованиях. Еще ему тысячу. Скажи, вот давайте голосуйте за эту тысячу. Три будете платить. Вы посмотрим, как вы будете голосовать. Правильно, вы сказали проголосовать, сами вы подняли 10 тысяч штрафов за тот, кто не ехал. Проголосовали. Все подняли хоть 10, хоть 100 тысяч. И все равно. Было принято решение. Было принято. Когда у нас Гена Мурошок два раза высылал деньги, два раза, вы ему обратно высылали, вы его учили, как бы нам, как бы он. Слов у меня просто нету. Вы говорили, значит, что Гену Мурошоку хотели нас квалифицировать. Вы сейчас нас хотите, вот 10 человек. Я помог всем. В Японию, да, составила моя работа, которую составили. В один клик все это регистрируется, одобряется и все. И мы должны платить вам за это деньги. Уже идет оформление в Новую Зеландию. У меня уже вызов пришел. Пожалуйста, уже можно билеты брать в апреле месяце в Новую Зеландию. Оформляться. Опять мы вам должны 55 долларов. Эти деньги нам не просто так даются. У нас все ветераны уже в возрасте. Многие нерабочие. Поэтому вот... Я согласен, Александр, что они вам тяжело даются. Это не так же... А теперь, а теперь на вопрос, кто вас дал право нарушать решение общего собрания? Общее собрание какое было решение? Что вы сказали, подавайте на нас. Ради бога, мы разы против. Мы вам дали фамилии, подавайте эти фамилии на чемпионаты мира, Европу. Подавайте. Это делается просто. Я вот взял и подал. Зачем нарушать, если вы нас заставляете это делать нарушать? Мы не хотим вам платить деньги. Не хотим. 220, ты говоришь, я мало того, что еще инвалиды многие есть, пенсионеры. Зубекина вам отдает деньги, 55 долларов. Спрашивает, куда эти деньги пойдут? Вы говорите, это для меня, для моей поездки. Ну, это вот вы утверждаете. Да почему мы должны вам поездки? Нет у вас денег, как вы поездки. Сидите дома. Откажитесь от этой работы. И не должны мы вас возить, у нас нету матки. Я помогу нам поездки. Это вы говорили не только, это ваше было предложение. Вы нам говорили. Я помогу. Нету денег, сидите дома. Я не знаю, что это ваше дезинфигации. Нет, ради бога, я с вами давно уже иди. Я мастер спорта международного класса, спорта Советского Союза был. Вы же ко мне приходите, даже не здороваетесь. Подходите, вы не уважаете, это хорошо, хотя вы мне в сыновьях хотите. Конечно, вам понравилось. Вы, нет, подождите. Вы вот в своей компликации, вот смотрю, звучат тоже мастер спорта международного класса. Тоже удивлен, это надо зарабатывать, наверное. Почему вы это? Я не думал, что вы сами компликовали. Надо прекращать, чтобы не было званий вас вот таких. Мастер спорта международного класса. На номер 93-39. Мир спорта туризма приказывает. Туризма, ну так, по какому виду хотя бы? По полутизму. Полутизму может быть. Я просто удивлен был. В любом штанге, ничего. Что-нибудь удивительное. Мастер спорта международного класса. Может, может быть. Короче, дальше. Вам тоже понятно, что вы все за эти деньги не голосовали все ребята, которые здесь. Вот голосуют, все только есть. Почему вы должны голосовать? Да, вы правы, вы проголосовали. Вот, запись идет. Все, платите мне деньги. Полковник Сумов даже сказал, надо прекращать это, как он сказал, рейки. Вот, прекращать верить надо. И мою дисквалификацию, вы не имеете права. Я буду есть, без вас будем есть. Мы вас заменим быстрее, чем вы будете нас дисквалифицировать всех. И нарушать. Дмитрий Иванович, у меня к вам такие вопросы. Да я слушаю. На каком основании вы нарушили решение? Я еще раз сказал, на каком. Вы нас заставили. Вы нас. Я вас не заставил. Мы вам присылали, прислали, подведите нашу команду. Есть вот, посылали, есть. Когда зарегистрировали? Вот, зачем регистрировали? Когда зарегистрировали? Я вообще не регистрировал. Не, не проповедился. Не регистрировали? Я к вам не регистрировался. Не, не, в Евгении когда зарегистрировали? Уже давно, очень давно. А письмо как прессовер нет? Какое письмо? А письмо, ну... После того, как вы пришли на счастье, вы выложили подведение публикации на срок. Да, дисквалификации, там, то, все. Нас этим пугать не надо. Я вас не пугаю. Я вас проинформирую. Я понял, информацию приму. Если примет собрание, что надо, тебе не в школе сквалифицировать. А при чем ты собрали? Я не знаю. Уставили? Да, можно. Кстати, попросту, вы хотите попросту, вы хотите попросту? Да. Тут еще 50 человек, а вы вдвоем только и говорите. Вы не сказали. Вы не сказали. Едем, едем. Самого большого края во всем России. А вы в вашей области. Там не только и живете. Вы не знаете, что я в своих краях, а в вашей. Еще вы обыкажете наш краю. Да нам до вас доехать надо, только оставаться не прятать. Вы великих нас. Мы на вас всех. Нам просто не было ехать. Уже 10 лет. 10 лет. Почему вы не отменили рейкер, который вы строили с ваших слов, Лея Константиновича? Потому что, я объясняю, он возил команду, он оформлял самолет, брал билеты. Он оформлял гостиницу. Он виск все делал. Он виск все делал. Он виск все делал. Он виск все делал, ребят. И все это уже делал. Он виск все делал общего собрания. Да. То есть, делал для поблажки. Потому что, многие ездят на два дня. Кто туда один день, кто туда пять дней. Свои грабили. Вот. В единых поездках не ездят. То есть, у Лея Константиновича поездка стоит 87 тысяч рублей. Будьте добры, Валерий Иванович, за три месяца мыслите 87 тысяч рублей на счет. Я понял. Нет, не 50 евро, а 87 тысяч рублей. Он давал на каждую копейку отчет. У него была большая... Вы никогда не отчитались, если не пойдем в соревнованиях. Сколько ездит? Вот, например, я вам просил 15-13 тысяч. Он 14 тысяч. Ну, я уже устал, честно говоря. Вопрос очень серьезный. То есть, эти два господина, два членов Северства. И два. Я был вецепрессивентом четыре года. Вы меня как бы украли, как самокрот, я не давал. Я так самокрот, но президент не хотел, чтобы не обменялся. Я еще хочу. Как можно я, мусор, вот. Я, не, 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 я поснимаю. Садоваться. Да. Вопрос еще не закончен. То есть... Ну, подождите. До конца. Вопросы. То есть... Здесь внимаем. Письмо. Уважаемый президент Старта. Мои фамилии. Что? Это должен я прочитать, а не письмо вы. Я полученый письмо. Подожди. Ну, какая разница. Ну, хорошо. У вас может быть дикция другая, или вы как-то по-другому прочитаете. Сочиняем. Ну, хорошо. Ладно. Я думаю, что я должен читать. Вы свое. Вы свое. Сочинайте, которое вы на сайте нам прислали. Вы свое. На сайте федерации подведет информационный лист. Что по правилам федерации всех участников на международных соревнованиях от чемпионатов мира, как в Киропе, Киропе, Киропе и Европе и Европе проходят только через федерацию. Все международные поездки. За нарушение данного правила границ и соцификации. Где я напишу дезинфикацию? А в советах как? Кто принимал это решение о дезинфикации? И вообще какой вы имеете права дезинфицировать? У нас женщин 12 человек, вы кого-то хотите из женщин присядьте. Присядьте, присядьте, пожалуйста. Мужики уже под 90 лет, вы дезинфицировать не хотите. Ну что вы председряете, что хотите делать в 90 лет, я могу что хочешь, я могу предусмотреть. Нет, нет. Вечерин Федерации будет жить по закону Федерации. Уважаемый президент Старо. Обычно, когда мы возвращаемся от военной войны, вы знаете, вы знаете, не знакомы. Мы, ветераны-сангисты, внимательно прочитали на сайте Федерации ваши информационные лица. Ваша информация обсуждалась в Оргиональной Федерации. Владимир Потеревич, в современных условиях, пользуясь компьютером, любой спортсмен, выполняющий инфекционный норматив, не уступающий в чемпионатах Кубка России, спортсмен, способный состоять на форме, где поездка и зарегистрироваться во время участия в соревнованиях. Это получается оперативно, занятое дешевле, чем ваши посреднички. Спортсмены, способные состоять на форме поездки, могут воспользоваться вашей услугой за определенную плату. Что касается вашего угроза о дисциплинации нас, федералы спорта, то вы не имеете права ненавидично решать эту плату. Ваша роль заключается в организации делегации по российским здоровьям и оформлении и формировании из нее зачетов участников для командной борьбы. Основной задачей Федерации является специализация в жилопедическом сообществе и популяризации в жилопедике в России, а не подрыв для получения от занятий в жилопедике спортсменов для разрешения сообщества. Заревление о дисциплинации зарегистрированных партнер для участия в Кубке Мира в Токио доводит неприятные мысли о какой-то вашей личной заинтересованности. Мы предупреждаем вас, что если вопрос о дисциплинации будет рассматриваться на Федерации, мы вынуждены будем юридически оспаривать дисциплинацию в судебном порядке. Мы, Штангисты России, заинтересованные, зарегистрируем в стартом листе, как участник в Кубке Мира в Токио, извещаем вас об этом. Мы просим включить нас в шутризм, командные заявки от Российской Федерации, упоминаем, что последние трех поддачных заявок в 29 августа 2016 года. Уважение Президент Федерации, Великобритании на городском области, Урдис Александров. Нет, и председатель клуба ветеранов, что же на городском области мастер-депорта, Игорь Михайлович Корольфов. Это одно письмо. Это вы попросили официальное письмо. Я пришел вслед за этим письмом, официальное. Далее был ответ. Добрый день. То есть, так было написано, то, что сообщил, то, что письмо получил. Ваше письмо, видел. Если это официальный письмо, то почему нет? Да, письмо, происходящий номер. Если это неофициально, то зачем в таком виде? Довожу за сведение читать ответы. Так как, кроме фамилии Куркин, больше никто не упоминал. Федерация не уходит в каких-то новых требованиях, а лишь наблюдает предыдущие традиции, вложения и традиции. Если вы планируете подать заявку только через федерацию, так это сделает Зубов, Деденко, Стариков, Коркова, Урасов. То, действительно, у вас есть время, и можно вас понять, что по незнанию вы нарушили правила подачи заявки на международные соревнования. Вы можете это сделать в утвержденном положении, то есть перечислить на указанный счет положения и необходимую сумму. Сумма зависит от первичных услуг, которые вы предлагаете воспользоваться. Практически всех она ограничена 50-50 долларов США. Если вы планируете предстоятельно ездить в международные соревнования, что, в принципе, не приветствует международную федерацию, то можете официально ответить в федерацию России в карту. Написать заявление, что такой спортсмен, просит больше не разговаривать его как члена федерации и спорта России. Написать на какой период. Минимум 1 на 2-4 года. Все подачи документов международных соревнований будут расширяться самостоятельно. Обязательно четко их подписи. Отсканируйте, прислайте на электронные почты по оригиналу, поставьте по конверту, по почте. Думаю, что участвуйте в садах соревнований. В России вы сможете, так как в чемпионат Думы России у нас открытые принятия счетки, можете в этот факт смешить. Прошу меня идти, что неофициально на первом платке, так как нахожусь на соревнованиях, только с соответствующим номером, с датой и подписью Королькова, председателя Куба ветеранов. И письмо согласован с участниками Кубка мира, в Токио, Зубов, Терешко, в городе Старик, Петербург, Трик, Петербург, Петербург, Мурашо и дорога 50 членов Федерации Гранд Желтых и Международных областей. Все можно мне в ответ что делать? Можно в ответ? Сейчас. Я промежуточный между Вашими. Одна минута. Говори. Я пенсионер, у меня пенсионер очень маленькая. Я участвовал в клубе международных соревнований, я ездил чисто за свои деньги, не спонсорские. Я ездил в эти бумажки, которые были организованы в той специалии. Ну, повезли. Когда я приехал на Германию, я ездил сюда Хочевай. Вот какая сумма была, то я оплатил все свои деньги. Но получилось так, что там мы встречались людьми, наши, из России, которые приезжали сами, и у них поездка вышла дешевле, чем мы. Молчи. И теперь, допустим, вот здесь был бы, я не был тогда, когда было до лишения шло, едут те, которые оплачиваются по эти, вот как на Германию, допустим, полторы тысячи долларов или сколько. Значит, получается так, что если я, я может сто тысяч соберу свои, а сто пятьдесят нет, значит, получается, я не смогу поехать. Почему? Возвращение, чем вы слушаете. То есть, в снег. Ну, почему я должен ехать, я там тут попашу, почему-то не могу самостоятельно. Можно я звонить? Вы можете с вас, скажите, вы можете ответить, чем вы слушаете? Я сейчас сказал, что, поездка, изучать, вы только пятьдесят. Пятьдесят. Ева, посылайте. А со мной по своему праве. Хотите, живите, пяти слежки в отель, хотите в госты, хотите на лаву, чтобы там проживать, это ваше возможности есть. Не надо это делать. То есть, вы ездите на наши, вы ездите со мной. Значит, сейчас вы учащите, вы сидите, да? То есть, не, вы присылаете сдавки взносы и пятьдесят пять долларов в США, если это не европейские страны, пятьдесят евро. Если это не европейские страны. Хотя, как ты не собрал, и нам сказали. Вашим входом. То есть, негде, ты не приезжаешь. Сиди дома, да. Почему я должна тогда, пятьдесят пять долларов оплачивать? Как будет? Потому что это международные страны. Здесь уже речь касается не только вас, спортсменов, но есть наши страны, которые должен представлять один человек, одно официальное лицо. За счет этих этих человек, да? Да. Почему не за счет страны тогда? Да. За счет других человек. Почему не за счет вас? Нет, больше людей. Нет, почему не за счет этих страны тогда? Я понимаю так, если член федерации, ты плачешь тебе за счет долларов, это не важно, да? А если ты его не член федерации, то сейчас не ездит на его ценах. Ну, он заиграет, и не платит. Ну, он не знает. Правильно? Да. Может быть, здесь член федерации? То есть, член федерации, это точка, который хотя бы разный? Нет. Член федерации, член федерации, он живет жизнью в 100, по ее законам, по ее принципам, по ее правилам. То есть, ну, такой прочий пример. То есть, вы выступите самостоятельно, ваши, за славу, ваши истинные еду, потому что вы не поднимите сам, ваши, понимаете? Так же вы, вы самостоятельно попадаете в дорожные соревнования, вы самостоятельно выступаете. А там не анимание, я говорю, здесь, здесь, Есть какие-то федерации, там, которые туда ходили. Я вот еще хотел добавить, вы лично мне написали, «Киричко» в 2016 году, можете ездить самостоятельно, я на вас заявку не подаю. Есть у меня письмо, в интернете отпечатано, оно у меня возможно здесь даже. Что мне делать было? В 2016, вот в этом году, на вас заявку я подавать не буду. В этом году, вы уже сказали, что я езжу самостоятельно. Есть, у меня нужно в памяти, вспомните, я покажу, что я говорю. «Киричко» «Киричко» в 2015 году написано было вам, что в 2016 году на вас я заявлен и никуда подавать не буду. Вы самостоятельно ездите. Если вы не будете присылать полную сумму, то вы говорите о конечном положении, о полной сумме. То есть еще просто момент такой. К примеру, 50 евро нужно перечислить. Валерий Иванович, 350 евро, 300, там 40, там 43, 142. Я просто написал вам, Валерий Иванович, в случае, если вы полную сумму присылать не будете, то я заявлю, вас не добавлю. Полную сумму, вы опять же говорите. Вы спрашиваете, я найду сумму, я перечисляю, что тут какой курс. Я вам пересылал по этому курсу. Вы меня спрашиваете, я куплю на эти деньги, что вы прислали, эти 55 долларов. Почему вы должны на мои деньги покупать себе доллары, мне тоже непонятно. Эти 55, которые я буду искать, где какой курс, искать не надо, это самое. Вот 220 долларов за прошлый год отдали многие спортсмены. Вам будет интересно слушать и собрание... Вот я сейчас только шел... Сейчас разойдемся, спрашивайте. Смотри, коллега, жёлтый прилетел на международные соревнования, заплатил президенту 55 долларов. И президент уже работал на эти 50 долларов, он включил его команду, да? Да, включил. Значит, изначально у нас сделана формировка, неправильно президентом, что это для моих поездок, а на это была другая формировка. Вот человек, да, он заплатил 55 долларов, и сущак там занимался его фамилией. Вот надо было вот эту формировку дать. А человек съехал сам самостоятельно, и у него было дешевле, чем вот эта бумажка, да? Да, бумажка. Ну, на Январе. Вот и вы едите самостоятельно. А 50 года будет владать, это то, что в сущак вас носил и вас не было границ. Изначально было правило дешевле, струблива. В России! Закрывайте имя тебе. Дорогите уже об этом, а? Статус президента вообще вы хотите ниже чего-то. Для чего тогда президент в нас есть? Для чего? Вы статус президента хотите совсем, и всё. Мы все одни, вперёд. Всегда был вожар, в любой стране всегда был вожар, у Болгога есть вожар. Я по этому поводу сейчас скажу, у кого есть такой вожар. У нашей страны есть президентный Владимир Владимирович Путиев, вот вожар нашей страны. Я решили говорить. Давайте закончим, потому что у нас тут шум. Сейчас уйтируем всех. Знаете что? Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Президент у нас выбранное лицо. Да, он для консолидации, для того, чтобы на нас смотрела молодёжь, чтобы мы в России не потеряли тяжёлого ответа. Он служил, он как организация. Если вы хотите, все хотите, определите ему зарплату. Зарплату. Пожалуйста, давайте, я предлагаю. Давай, с каждого члена, вот приехали 250 человек. Мы сдаём не 1600 плюс 300, но 300, это как членский взнос за члена федерации. Значит, у нас сейчас сколько членов федерации на сегодняшний день? 250 человек. Приехало. 150 приехало. Приехало 150. Значит, всего 150 членов федерации выходят. Это член федерации, это значит платящий членский взнос. 300 рублей, это будет членский взнос. Считайте так. Вот. А вот 1600 рублей, это для организации как бы соревнований. Всё ясно. Так вот, я предлагаю. Вот я снимаю шашку сейчас. Давайте ему на поездку на международное соревнование соберём ещё по тысяче. Я предлагаю, да. По 500 даже. Соберём, пожалуйста, всех. Всех членов федерации. Не всех, кто едет. Семь человек, десять минут. Семь человек, увы, шесть ехать. Ему не хватит. Но я вам скажу, дорогие мои друзья. Я с представителями 12-15 стран на международное соревнование. Я разговариваю с представителями 12-15 стран приблизительно. Так. Я могу перечислить, да. Спрашиваю у них. Дорогие друзья, вот эти представители. Вы получаете за оформление включённых в команду лиц какие-то деньги, зарплату? Ни один. Ни из Беларуси. Ни из Украины. Ни из Германии. Ну и все. Ни один я не сказал, что да, получаю. Да, мы просто. Ну вот, пример. Ну вот. Пример. Да, мы нарушили. Традиции. Я что, я могу, знаете, как сказать грубо об этих традициях? Значит, традиция обдирать. Раньше была, давайте обдирать и сейчас эту традицию. Он нам сказал, нет денег, не ездите. Кто вас просит? А я ему в ответ, нету тебя денег, не ездите на соревнования. Мы пойдёмся там. Вот представитель будет, ну кто? Довольно гравотный товарищ. Представитель. Да, он будет там представителем народных соревнований. Как это на украине, украинцы, как белорусы, как и немцы там и что делать. Пожалуйста. А в принципе, вот вы знаете, последние соревнования, а что такое? Я Владимир Путеревич и не видел того, что на соревнованиях я пропадал. Хоть во Франции, хоть в Англии он ко времени своего выступления приехал. Вот. Мало того, я увидел его абсолютно терминство у себя, во Франции, допустим, у себя. Вручают кубок в поляку, который набрал я 326, 426 баллов, а он 385. Кто? Никого нет. Я срезаю, извините вы, посмотрите, у меня 425. Они, о-о-о, ой, воин соревнования. Раз бегут, торговкам мне дают. Отдают. Кто должен? Я должен бежать за этим кубком? Ну, наверное, представитель. Любой. Дальше. Ну, много вопросов. Я не буду на них оттанавливать. Но. Я вот здесь. Ведь, вы думаете, я случайно вот это письмо взять? Прежде чем я... Ну, не буду так. Я не первый зарегистрировался отдельно. Я не первый. Седьмой где-то еще. Прежде чем присядь это письмо, я тебе позвоню. Вы думаете, я просто сам там? Я съехал, звонил. Я президент Федерации тяжелой атлетической Нижегородской области. Давайте представим себе. Я привез сегодня в этот раз... Я не хотел зарегистрироваться, но в этот раз уговорил. Привез 12 человек в Чергородской области. И если я, ребята, с каждого моего участника говорю, дай-ка мне тысячу рублей, я тебя, получается, ломаю, дай мне тысячу рублей. Но нет. Я купил им дешевенькие билеты, чтобы они доехали сюда. Я дал им денег. Своих личных дал денег. Александр, вы можете... Вот. Нет. Тут нет вопрос всех. Внимите вопрос, пожалуйста. У нас это общественная организация. Диктовать. Диктовать. Совсем? Мы дистинфицируем. Тем более, женщин. Тут их всего там. Мы дистинфицируем. Потом диктовать условия там какие-то. Да. Призван. Все для того, чтобы у нас тяжелая атлетическая ситуация. Так вот, по поводу того, что говорили. Я заплатил за поездку в Японию 30 тысяч рублей. Билеты стоят. А Зумов Василий Петрович 55. Разница есть? Если бы он мне раньше сказал, я бы не купил билеты. За 30 тысяч. Причем здесь взнос? Причем здесь взнос? А потому что время пролетело. Время пролетело. Время пролетело. И билеты уже продать. Взнос причем? А зачем ему взносить? Мы зачем? Он мне ничего не делает. Вези. В 20 тысяч раз. Он мне. Он никаких услуг мне не делает. А по поводу соревнований. Сколько надо денег. Мы три раза проводили. Время идет, ребята. Он правильно сказал. Я сказал правильно. Я вначале, когда тебя слушал, все это. Все. Зачитали. Если я еду самостоятельно, намного дешевле будет, как 15,50. А за то, чтобы я был спокойно летел и спал дома, я отдам 55 долларов. И все, щадь, все, будет там вносить меня. Международную команду там. Куда? Это его дела. И я буду согласен на ездить. Я буду свободен. А у меня и есть 50,50 долларов. А тысячи долларов. Разве еще постоять? Есть 50,50. Тысяча долларов. Тысяча долларов. Тысяча долларов. За пристань. Я его буду спрашивать. Как представить Россию? Россию? У нас в юридическом поддержке. Не дай бог. И кто? И у вас вопрос. Александр. Александр. Что я предлагаю? Так. Теперь вот чего, ребята. Вот здесь вот. Есть протокол. Соревнование. То есть это вот. Собрание в угольме. Кто в русском языке разбирается. Хорошо. Нормально. Тут написано. Значит. Финансовая составляющая при выйти с партнером на соревнованиях за рубеж. Так. Значит. Расслаживается вопрос о компенсации президента в ТАССУ. Такое. Соформление документов. Для поездки международных соревнований. Постановили. Остались 50 евро. С каждого? Где с каждого? С каждого? С каждого здесь не написано. Извините меня. Если вы русский язык хорошо знаете. С каждого не написано 50 евро. На крышеване вы занимались, да? На крышеване, да? Вот я спокойно на крышеване ехал. И я спокойно. На крышеване. Что это? В гостинице. Нет, это все. Это все. Потому что вот человек занимался там. Кто-нибудь 50 евро. Кто-нибудь. Кто-нибудь. Крой в гостинице. Плати тебе. Кто-нибудь. Кто-нибудь. Хочешь и смотри. Плати. Но кто хочет. Без него. Ты меня включи. Я первый номер подключу. Важная страна должна иметь президента. Понимаете? Президента. А мы куда-нибудь. Как президента Союза. С удовольствием. С удовольствием. Вот это. Закачивать дело точно. Да. 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 Я говорю о том. Смотри. Бродяги все. Они. Кто-нибудь. Неправильная формировка. Вот эти 50 долларов. Чтобы ехал сейчас за эти деньги. Неправильно. Вот я сказал. Он оплатил 55 долларов. И ехал с женой. А он занимался его фамилией там. В европейской. Да. Что же он у нас видел фамилии? Ну вот. Чтобы было. Так. Вот. Великобритании. Великобритании. Он президент. Не 20 человек. Которые едут за границу. Он президент в ТАР. Да. Так давайте в ТАР. И будем собирать его наездки. Вот. Правильно. Они. Они. Я предлагаю. Давайте по 1000. Вот. Ему. Задим. Остальные. Приедут. На следующий год. Приедут. Еще 1000 дадут тоже. Или даже. Смотри. По почте от них. Вот. Если он. Говорит. Несколько. Слушать. Вот. А федерация. Почему я должен платить ему? Всем платим. Вы честно. Ребята. Вот это. 220. И доброго. Евро. По 500 рублей. Давайте проголосуем сейчас. Это немного. Это. Потому что нет этого диета. Платить вообще от каждого. Ваши. А вы не помогали. А вы не помогали. Ваши. А вы не помогали. Да. Ваши. 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 Он. Решение. Эти спортсмены. Правильно. Дераются. Они подали. Правильно. Я еще раз говорю. Ваши. Во-первых. Решение спортсмены. Это уже эпоха Козина. Извините меня. Вы не наняетеся. Тогда мы бы не знали как. В компьютер. Послать. И взять дешевый пилет. Это другая. Совсем. Когда мы ему отдавали тысячу рублей. Было Робстане. Но. Бог с ним. Я ему отдавал. Тысячу рублей. Но сейчас. Извините меня. Знаешь. На этом риску я. Ваши. Владимир потери современных. Устроен пользователь. Любой спортсмен. И выполняет свою текстуацию нормативного. Чтобы поедет. Как пособится поедет. А поедет. На новом. На новом. Участие. В международных соревнованиях. У меня такой вопрос привелся к собранию. Вот. Ничего страшного. Если эти спортсмены. Напишут заявление. То что. Для них. Правила. Неинтересные. То есть они не будут платить. Членский взнос. Они не будут. Пользоваться. А скачками. В зале славы. Они не будут. Они будут. Стоятельно вступать. в Международном Сокровании и самостоятельно выступает на чемпионатного клуба России, вы компания поставите ему, так что он состоялся в личном случае. Напишите заявление, и вы сами все делаете, как вы хотите, пишите заявление. А как заявление, когда вам на работу устраиваются. Вы даже член федерации пишите заявление, что он член федерации. Нет, вы такое заявление пишите. То, что вы выходите из состава члена федерации. Продолжение следует...